В Штатах. Такие тачки можно встретить по всему миру. Поэтому программа «Тачка на прокачку» отправляется в мировое турне. Сегодня машина будет прокачивать Лил Джон. Спасибо, экс-братан! А мужики судят по его тачке, это точно. Именно поэтому я стараюсь покупать длинные машинки. Но бывают случаи, когда тяжело произвести впечатление на тел. Например, папа подарил тачку Ронни, и он подумал, что все девочки его. Но на самом деле его датсон — настоящий позор. Ничего, Ронни повезло. Я сделал ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Я прокачаю его тачку. Привет, меня зовут Ронни, я из Португалии. Это моя тачка. Меня Датсон 310 «Черри» 1981 года. Я жизни могу себе представить без этой машины. Ронни с малых лет любит гоночные машины. Это его детская фотография о многом говорит. А это наша машина. Ронни очень любит ее и хочет сохранить в семье. Мой дедушка купил эту машину в 82-м году. Затем отдал ее папе, а тот пять лет назад подарил брату. Когда Ронни появится, сын, думаю, машина перейдет ему. Этот автомобиль давно стал членом нашей семьи. Ну, конечно, машина в ужасном состоянии. Ключевым словом в описании этого Датсона является слово «ржавчина». Ржавчина везде. Видите, дыры. Решетки тоже нет. Сзади тоже ужас. Все в ржавчине. Это пример самопрокачивания от семья Гавоя. Салон также ужасен. Более неудобных сидений не найти. Вы только посмотрите. Весь пол в проводах. Эти колонки я поставил сам. Почему-то не работает. Не знаю даже почему. Я очень люблю музыку. Она значит для меня очень много. У нас с друзьями собственная хип-хоп группа. Я пишу слова, и мы постоянно ездим в машине и поем. Репетиционной базы у нас нет, поэтому мы репетируем прямо в машине. В этой машине мы много песен придумали. Мы ездим на пляж, по барам. И куда бы мы ни поехали на этой машине, нам всегда весело. Эта машина вот уже три поколения верно служит моей семье. Я хочу, чтобы традиция продолжалась. MTV, прокачайте мою тачку. Еее! Бум-диа! Что это? Еще раз здрасте. Я, Лил Джон, в Португалии, специально снимаю программу «Тачка на прокачке». Когда Ронни унаследовал свой датсон, он надеялся, что станет мега парнем. Но нет. Он стал на глазах терять уверенность в себе. Хорошо, что мимо пробегал я и решил помочь парнишке. Я превращу Карлит и Ронни в супер навороченную тачку. В общем, мы прокачаем его тачку. Еее! Кажется, эта тачка была в песчаный быль. Я слышал, что жители Португалии любят поспать. Эта машина, видимо, прилегла и умерла во сне. Нет, это надо чинить, конечно. Пойдем за Ронни. Здорово, чувак. Ой, поверь, к нему, это ты. Да-да, это я, Лил Джон. Ты вообще меня знаешь? Конечно, я тебя знаю. Это меня все знают. Ладно, мы прокачаем твою тачку. Ходем посмотрим на нее. Слушай, ну это же ужасно. Это кусок ржавчины на колесах. Тебе повезло с цветом. На этом цвете ржавчина не так сильно заметна. А где решетка радиотора? Наши наши программы такие встречаются постоянно. Ладно, не переживай. Все починем. Это что? Пытался зеркало починить. Не получилось. О, большие колоночки. Я когда пацаном был, тоже любил в тачку запихивать. Тут и гантельки, я смотрю, качаешься. Да, форму поддерживаю. А внутри вообще кошмар, да? Это что-то, какая мерзость. Фу, я даже не знаю, что это. И я не знаю. С проводами аккуратнее, кстати. Можешь током ударить. Спасибо. Что-то у меня спина как устает. А, ужасные сиденья. Ладно, давай, садись за руль и покатай меня. Слушай, а жарко тут. Осторожней, мои друзья постоянно режут пальцы об эту ручку. Стекло не опускается. Не работает, да? Я смотрю, тут у тебя коротковолновая передача, когда он не работает. Первый, первый, вызываю. Срочно прокачайте мою тачку. Господи, меня убивает эта жара. Хоть стеклом не выбейте. Омыватель не работает? Нет, конечно. А, ты чистишь стекло водным пистолетом. Да, высовываю руку и брызгаю на стекло. Ты что, издеваешься? Ты едешь на этой машине? Да. Так и ездишь, так и езжу. Кстати, дворники тоже не работают. Так, Ронни я видел достаточно. Радио не послушать, откно не открыть. Этой тачке требуется серьезная помощь. Давай, поехали обратно. Пора забрать твою машинку в Голландию. Ладно, поехали. Ронни, вот что я тебе скажу. Если судить о твоем мужском достоинстве по этой машине, то до окончания ремонтных работ без лупы на улицу не выходи. Давай ключи. Попрощайся с этим хламом на колесах, потому что, когда мы ее прокачаем, ты ее не узнаешь. Посмотрите, это новая машинка Лил Джона из Португалии. Японская консервная банка. Это точно. Так, посмотрим. Гетто-бластер. А, громко. Смотрите, что я нашел. Гетто-бластер. Ай, черт, порезался. Смотри, что эта ручка сделала с моим пальцем, а? Да мы братья по крови. Семья превыше всего, Ронни. Мы любим тебя всей душой, Ронни. Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Итак, как сказал Лил Джон, Ронни 19-летний паренек из Португалии. Его автомобиль Датсон 81-го года, он передается в его семьи с поколения в поколение. Если мы не вмешаемся, тачку ждет смерть. В общем, парню нужна помощь. Он хочет оставить машину в семье. Тристос, как покрасишь машину? Ну, насколько мы знаем, Ронни гордится тем, что он португалец, поэтому покрасим машину в цвета национального флага. Забудь о ржавой золотом цвете. Теперь твой тачка будет красной, а гоночные зеленые полосы придут автомобилю более мощный вид. Что насчет кузовных работ? Ронни страсть к гоночным машинам. Его тачка будет выглядеть именно так. Благодаря гоночному заднему бамперу и спортивному спойлеру, Датсон будет похож на спорткар 70-х. Отличная мысль. Мартин, какие поставим колеса? Ну, с такой резиной Ронни не победить, поэтому мы поставим настоящие колеса победителей. Диски на 17 дюймов с гоночными покрышками сделают сцепление с дорогой идеально. Хорошая идея. Май, а ты чего притих? Я не притих, я думаю. О чем ты думаешь? Интересно, сколько разных причиндалов сюда влезет. Колонки, сабвуферы, усилители. И к тому же Ронни нужно где-то выступать. Вернон, тебе тоже есть, наверное, что сказать. Слушаем тебя. Не забудем, что Ронни и его друзья постоянные участники пляжных тусовок. Правильно. Эти сиденья мы заменим на ковшеобразные. Весь салон будет оформлен в гоночном стиле, чтобы Ронни и его друзья катались в свое удовольствие. Итак, закончим обсуждать, начнем работать. Ронни, мы с моими крестными братьями позаботимся о семейных делах. Капиш! В 70-х Датсон участвовали в раллийных гонках. Что касается этой машины, его ждет еще не одна гонка по большой дороге жизни. Анжело, на дворе 2006-й. Я в курсе. Но я твой крестный отец, поэтому целую кольцо. Да не буду я его целовать. Ронни, чь не буду. Ронни любит хорошо выглядеть. На его тачку, однако, смотреть просто без слез невозможно. Мы придадим ей серьезное вид, чтобы все знали, кто хозяин на дороге. Возьмем мощные обвесы. Хотя для этой марки обвесов не делают, поэтому придется выкручиваться сами. Также установим новые фары, решетку радиатора, бампер и агрессивный спойлер. Надеюсь, дороги Португалии готовы к этой машине. Займемся подвеской. Снимаем старые пружины, ставим на их место навороченный амортизатор. Вместо ржавчины гоночный эксклюзив. Это какашки, а это навью. Гоночные машины легко могут закипеть, поэтому нам понадобится прохладный свежий воздух. Нет, я говорю не про свежитель. Надо, чтобы все было очень стильно. Нет, я имею в виду настоящий воздушный фильтр. Другой идем. Больше эта машина кашлять не будет. Итак, все по местам, я начинаю крысить. Сначала покровим машину зеленой и черной краской. Потом нанесем 4 слоя краски малиново-красного цвета. Затем делаем на капоте две зеленые полосы, чтобы было понятно, какой национальности водить. Ронни, это настоящая португальская тачка. По старым колесам видно, что они пережили очень много. Мы поставим на Datsun колеса с дисками на 17 дюймов. К выезду готов. Ронни, мы осуществим твою мечту и выполним салон в самом настоящем гоночном стиле. Для этого будет использована высокотехнологичная алюминия, а также черная и красная кожа. Следующим шагом станет установка 4-х ковшеобразных сидений. И, наконец, гоночный аксессуар. Снаружи машина Ронни выглядит действительно стильно. Теперь дело за установкой мощного звука внутри машины. Для начала изготовим бокс, в который будут установлены колонки, усилители и два сабвуфера. Каждая из этих колонок весит около 35 кг. Вместе они выдают 9 кВт. И это только половина звукового оборудования, которое я решил поставить. Места больше нет, но мне есть идея. Ронни, как насчет прокачанного МС-прицепа? Здесь будут находиться две ультрасовременные колонки, пульт, усилители, а также микрофоны, чтобы парням можно было выступать. Да, пригнись. Что, пацаны, здорово, времени нет. Ронни вот-вот придет, поднажмите, активней. Дамы и господа, мы с Раундстофф снова справились задачей. Эта машина просто супер. Начнем. Ронни, как дела? Волнуйся, правильно волнуешься. Готов увидеть свою новую машину? Готов. Старик, ты удивишься. Ронни, полюбуйся на свою новую тачку. Нравится? Боже, я ее не узнаю. Это моя машина? Да, твоя. Боже мой. Господи, зеркало. С ума сойти. Ладно, покажем парню и его машинку. 300, начинай. Ронни, мне, как и тебе, нравятся старые спортивные машины, поэтому мы покрасили тачку в гоночном стиле а-ля 70-й. Везде хром и зеркала в виде пули. Спойлер, изготовлен вручную. Круто. И агрессивный задний фонарик. Мартин, расскажи про колеса. Чувак, на старой резине ездить было нельзя. Это точно. Поэтому мы сделали очень навороченные колесики. Диски 17 дюймов. И главное, мы опустили подвеску. Анджела, покажи, что у нас в салоне. Ну, тут мы прокачали все. Новая передняя панель, ковшеобразные сидения. Удобно, как да. Двери обшиты алюминием. Гоночные рули-педали. Тахометр. Видишь, крышу обтянули кожей. С ума сойти. Ронни, помнишь, у тебя раньше были гантельки? Да. Теперь у тебя настоящий тренажерный зал. Что же это? Давай, тяни на себя. Я думаю, что девочки-то оценят. Айсмен, проясни, что у нас тут со звуком и видео. Я так вижу, это сенсорная панелька. Да. Это магнитола читает MP3, CD, DVD, все, что хочешь. А здесь у нас что? Силовой конденсатор. Равномерно распределяет ток усилителя. А это что? Сабвуферы. Огромные. Да. Каждый по 35 килограмм. Ну-ка послушаем, какой звук он выдает. Здесь 9 киловатт. Это же до хрена. Так же мы поставили вот этот баллон. Обычно такие используют для придания движку большей мощности, но в твоей тачке он работает на благо звуковой системы. С ума сойти. Такое может быть только в программе «Тачка на прокачку». Ронни Айс хотел много чего сюда еще понапихать, но места не было, поэтому у нас для тебя есть еще один подарочек. Нет, че что? Сейчас увидишь. Открывай. Это МС-прицеп. Здесь пульт, видеокамера, чтобы ты мог видеться во время выступлений, микрофон и все, что нужно. Скорее бы на пляж. Ронни, парни проделали огромную работу. Это точно. И спасли твою машинку от вымирания. У меня для тебя есть еще один подарок. Ты хочешь стать рэп-звездой, поэтому вот тебе обязательно ювелирная побрякушка. Давай-ка надену. Это буква G, первая буква твоей фамилии. Теперь передавай эту штуку из поколения в поколение. И держи ключи. Итак, ключи у тебя, я могу спокойно сказать. Теперь тебя официально прокачали с мировым. Размахал. И немножко золотой пылью. Когда я впервые видел свою машину, я был просто в шоке. Все, начиная с покраски и заканчивая воздушным фильтром, просто супер. Идеальный автомобиль. Вы только посмотрите. Это лучшая тачка из тех, что я видел. И в жизни, и на телеэкране. Невероятная машина. А смотрите, что в прицепе. Ронни всегда мечтал о гоночном автомобиле, и теперь его мечта сбылась. Я горжусь своим сыном. Нравится? Да. Я рад, что машина надолго останется в нашей семье. Смотрите, что здесь. Весь ростерония — это машина и музыка. И вот они объединились в одном месте. Спасибо всем, кто пришел послушать нас. Это «Тачка на прокачку» — мировой тур. Раньше только я и моя семья знали, насколько эта машина мне дорогая. Теперь весь мир в курсе. Поверить не могу, что это случилось со мной. Спасибо, MTV, что прокачали мою тачку.